Мы их очень ждали, мы ими интересовались, мы пытались догадаться, какими же они будут. Huawei P20 новинка 2018 года. Сегодня у нас на обзоре младшая версия флагмана, мы будем разбираться, чем же она примечательна. К вашему вниманию Huawei P20 Lite. Взяв устройство в руки, возникает мысль, где-то я уже это видела. Да, дизайн не совсем новый и уникальный, в голове могут возникнуть флешбеки в 2017 год и презентацию iPhone X. Но, поверьте, P20 Lite уникален по-своему. На фронтальной панели под экраном разместился логотип компании. Как по мне, то он здесь лишний, так как на задней панели производитель также поместил мне маленькую надпись Huawei. На фронтальной, видимо, оставили, чтобы вы, не дай бог, всяческими чехлами не скрыли имя бренда. Рамки по бокам и сверху над экраном приблизительно одинаковые, ну не считая выреза, конечно же. Над экраном в вырезе расположилась фронтальная камера, датчик освещенности, крохотный динамик, но это не значит, что он тихий, и индикатор уведомлений. Все разместили довольно компактно и аккуратно, за это хвалю. На левой грани находятся клавиши регулировки громкости и клавиши включения, которая просто идеально ложится под большой палец, когда держишь смартфон в правой руке. Кнопки не сильно выпирают, но нащупать их не составит труда. Ход не совсем мягкий, слышен характерный щелчок. На левой грани расположен гибридный слот под две сим-карты или одну сим и карту памяти. Увы, придется выбирать, что вам дороже, вторая сим-карта или же дополнительная память. На верхней грани находится микрофон для шумоподавления, на нижней грани нашли свое место порт для наушников 3,5 мм, порт для зарядки USB-C, микрофон и динамик. Задняя панель, как по мне, впечатляет своим внешним видом даже больше, чем фулл-ю экран с его вырезом. У меня на тесте смартфон в синем цвете, и то, как играет задняя панель на свет у меня просто завораживает. Особую роль в этом вау-эффекте играет то, что задняя панель прикрыта стеклом со слегка скругленными краями. Поэтому будьте готовы, что в первые несколько дней будете постоянно крутить смартфон в руках и любоваться на игру света на спинке устройства. Глазок камеры расположился не горизонтально, а вертикально с левой стороны. Ммм, где-то я уже это видела. Под камерами находится вспышка, под ней характеристики оптики. Посредине на уровне вспышки нашел свое место в небольшом углублении сканер отпечатков пальцев. Смартфонам очень удобно пользоваться одной рукой. Несмотря на диагональ экрана, аппарат получился очень компактным. Скругленные формы, обтекаемость, нестандартное соотношение сторон, интересный дизайн, стекло спереди и сзади, металл, холодящий руку на гранях и непередаваемая игра света на задней панели, несомненно, подарят новые эмоции каждому, кто возьмет устройство в руки. Проверено. Несмотря на, казалось бы, очевидные минусы стеклянной спинки, но тип залапываться, будет царапаться и выскальзывать из рук, спешу вас успокоить. У смартфона отличное олеофобное покрытие, так что все ваши отпечатки удаляются простым движением. Царапины устройства также собирать не спешит, да и в руке лежит достаточно уверенно. Смартфоны с матовыми спинками пытались куда чаще ускользнуть из моих ладошек. К тому же аппарат очень легкий и тонкий. В общем, мне в тушу он очень запал. Уверена практически на 100%, что и у вас он вызовет только положительные эмоции. Смартфон получил экран загналью 5,84 дюйма. Качественная IPS-матрица, разрешение 2280 на 1080 точек. Плотность пикселей 433 ppi. Соотношение сторон 19 к 9. Совсем немного не дотянули до экса, но даже так экран впечатляет с первых секунд. Цвета очень сочные, но при этом не перенасыщенные. Контрастность, что нужно, углы обзора максимальным. В общем, мне экран очень нравится. Многие боятся, что пресловутая бровь будет раздражать. Но, во-первых, в настройках можно отключить подсветку ушек, и экран станет симметричен на вид. Во-вторых, да бросьте вы. К этому вырезу привыкаешь очень быстро. Но при этом вы гарантированно получите новые ощущения от смартфона. А в наше время, когда покупателя удивить очень сложно, когда все устройства сделаны как под копирку, удивлять крайне непросто. Откалиброван дисплей отличный, никаких завалов. В настройках вы также сможете подстроить экран, в случае чего под тебя. Я вот любитель теплых оттенков, поэтому режим защиты зрения это вот прям мое. Люблю, обожаю. Общее впечатление отличное. Экран прям супер. С конором отпечатков пальцев уже никого не удивишь. Пароль или пин-код это и вовсе прошлый век. То ли дело разблокировка лицом. Это уже что-то новенькое. Работает данная функция достаточно хорошо. Да, смартфону нужно несколько секунд на подумать. Но это все-таки работает. У меня срабатывало даже в условиях низкой освещенности. Впереди лето. Это значит, что вашим незаменимым спутником жаркие деньки станут солнцезащитные очки. Не переживайте, разблокировка срабатывает даже когда вы в них. Но по крайней мере у меня срабатывало. Хотя, конечно же, это может зависеть от очков и уровня их прозрачности. Разблокировать с помощью фото не удалось. Говорят, камера распознает глубины изображения, а значит, плоской картинкой разблокировать не удастся. Очень радует, что несмотря на технологию распознавания лица, производитель все-таки решил оставить сканер отпечатков пальцев. Бывают ситуации, когда проще воспользоваться им. И очень радует, когда есть альтернатива. Основная камера Huawei P20 Lite двойная. Главный модуль 16 мегапикселей с диафрагмой f2.2. Дополнительный 2 мегапикселя и апертура f2.4. Дополнительный нужен для создания фото с эффектом широкой диафрагмы. Да-да, эффект боке, это он. Фото получаются более чем достойные. Детализация и цветопередачи отличные. В сумерках, конечно же, ситуация не такая радужная, как, скажем, днем при хорошем освещении. Но, в принципе, я довольна результатом, который выдает эта камера. Есть профессиональный режим HDR, панорама, режим ночной съемки, автозахват улыбки. Также есть режим дополненной реальности с различными масками. Видеоустройство снимает с разрешением Full HD, 30 кадров в секунду. Качество не лучшее, к сожалению, нет ни электронной, ни оптической стабилизации. Есть режим замедленной съемки, но разрешение там всего 640 на 480. С таймлапсом дела обстоят немного лучше, 1280 на 720. Фронтальная камера 16 мегапикселей, f2.0. Селфи получаются просто отменным, тут и говорить нечего. Доступные функции улучшения лица, панорама, съемка жестом, съемка вза захватом улыбки и прочее. Интерфейс приложения камеры очень простой и понятный, разберетесь и вы, и ваш ребенок, и ваша бабушка. Huawei P20 Lite оснащен фирменным процессором HiSilicon Kirin 659, который мы уже встречали в Huawei P Smart, обзор которого вы можете посмотреть, перейдя по ссылочке. Он выполнен по 16-нанометровому техпроцессору, состоит из 8 язер Cortex-A53, графический ускоритель Mali-T830 MP2. 4 гигабайта оперативной памяти, 64 гигабайта постоянной. Последнюю можно расширить с помощью карточки формата microSD. Результаты тестов в бенчмарках не впечатляют. Тяжелые игры на максималках, сами понимаете, не пойдут. Но хочу отметить, что данный процессор не позиционирует себя как флагманский. Он создан для среднего ценового сегмента, и по сравнению со своими конкурентами он выдает очень неплохие результаты. Да еще и вкупе с новейшим Android 8.0 и фирменной оболочкой MI8. Пф, так смартфон вообще летает. Ну, честно, работает, ну, очень плавно и быстро. Прям нет никаких нареканий. Кроме молниеносной работы, также имеем весьма приятный интерфейс, возможность кастомизации с помощью тем, приятные функции, как, например, управление движениями. Ну вот звонит кто-то, перевернули смартфон и звук отключен. Поднесли к уху и уже ответили на звонок. Обожаю подобные фишки в устройствах. Люблю, знаете ли, упрощать себе жизнь. Спасибо Huawei за возможность. P20 Lite получил батарейку емкостью 3000 мАч. Этого вполне достаточно для того, чтобы не таскать повсюду за собой пауэрбанк. При активном использовании смартфон уверенно живет с раннего утра и до вечера. А если не перегружать устройство, то и на полтора дня работы вы сможете рассчитывать. К тому же P20 Lite очень быстро заряжается. 50% он набирает буквально за полчаса. Так что если вы утром просыпаетесь и понимаете, что, о ужас, я забыл поставить смартфон на ночь на зарядку, не проблема. Ведь пока вы примете душ и позавтракаете, устройство уже успеет набрать внушительное количество процентов. Huawei P20 Lite это несомненно устройство из 2018 года. Об этом буквально кричит его дизайн, нестандартные экранные фишки вроде функции распознания лица. Да, у него далеко не самая высокая производительность. Но не стоит забывать, что это не флагман. Да и цена его далеко не заоблачная. С вами была Лиза и канал RootNation. Не забывайте ставить лайки, комментировать видео и подписываться на наш канал. Спасибо коворкингу Толока за предоставленное помещение для съемок. До встречи в новых видео.